приветствую вас на своем канале нынче у нас city skyline покуда сервера игрушечки man of war 2 арена стоят на обновлении решил позаморачиваться с радостроительством да city skyline каким-то откровением не стало появилось даже желание скачать советскую республику по-моему так называется игрушечка но она на мой взгляд по моему состоит состоянии постоянной разработки да ладно вернемся city skyline у нас главная проблема по началу игры это отсутствие нормальных дорог двухсторонным движением вот поэтому придется заморачиваться именно с этим все зависит от того как мы направляем дорогу вот если мы возьмем отсюда начнем вести сюда тогда у нас будет это направление да возможно там есть варианты как как менять направление у дорог ну я так глубоко не углублялся в игру посему мы будем поступать под кастом обязательно надо поставить выходы да не очень большие давайте выходы для дальнейшего строительства ну там что-то нам пишут игра поставлена на паузу и так далее так у нас выход здесь идет сюда поэтому тут мы сделаем типа вход так заранее сделаем отводы есть у нас система зонирования так сказать зоны где мы указываем что у нас будет построено давайте здесь делаем коммерческий район поставим производственный сильно пока раскатываться не будем так тут у нас вход тут у нас выход до дороги опять дороги вот пошло сюда пошло сюда здесь у нас по моему идеал выход тут у нас надо будет сделать вход район как бы пишут и советуют то что вот эти вот зоны жилые зоны коммерческие производственные надо бы на разделять между собой чтобы они были удалены на каком-то расстоянии и так далее и тому подобное типа мешают жителям фунта нам выбросы но выбросы да выбросы будут в этом районе ну ничего это у нас рабочий район на рабочих мало кто когда думает поэтому пускай пишут все равно на завод ходят пускай дышит бедняжечки да тут опять надо сделать выходы не забыть с подобной картиной сталкивался других симуляторов городов ладно пускай тут отвод так стоит может выкупим дальше территорию сможем нормально дорогу положить и первая система буду каналов дальше у нас водокачка и есть система сброса это более экологически чистые сбросы с надо ставить ниже по течению водокачки есть у нас вот очистная станция мою промзону закинем надо присобачить к ней нашу водную систему одна линия пойдет на водокачку надо следить за деньгами конечно одна из главных проблем это то что деньги имеют свойство заканчиваться в принципе достаточно подвести по моему вот к одной зоне угольная шахта до выходная мощность 40 мегаватт шуму загрязнение она дает а это у нас стоит 6000 тут стоит 19 тысяч конечно так и еще и к дороге надо цеплять по ходу получается и надо цеплять к дороге на мемними на мемними на мемними на мемними на мемними на также проводим то по моему тут выход тут у нас идет ну ладно попробуем так запоминать надо и выход выход ну так я закиню все будем надеяться что у нас все запито на денег мы конечно потратили немеряно ладно запускаем сразу ускоренно сделаем конечно люди экологически чистой энергии радуются но это надо строить и строить бесконечное число этих ветряков хотя опять же по данным не экологов а простого населения которое живет в тех районах где есть вот это вот беда да получается у нас не подведено к этому городу электричество блин на ладно надо опрокинуть высоковольтную так и сделаем пошла пошла электриков дома скамы в убытках пока у нас прибыли не идут да вся фишка в том заключается но надо внимательно смотреть на здание вот у нас есть четыре семьи дети молодежь взрослые 10 человек без образования все поголовно неграмотные как они на заводах будут работать не знаю и счастье и веселение и пока моя задачка построить небольшой городок который стабильно будет приносить и баблусики ну это типа онлайн чат чат про город системы заняли давайте еще 1 бою жилых зданий я пока не хочу занимать вот эти места потому что нам надо будет и полицаев ставить не ставить школы больнички прочую хель принципе самый лучший вариант конечно пытаться строить город вокруг определенного центра в центре как в котором будет стоять все вот это вот необходимое почему потому что ну полицейский участок больничка они расходуют наши ресурсы наши вот денежки ну чё у вас ходу это всё нормально покрытие полное чё вы ноете а вот вот не доглядел не доглядел так далеко не надо так денежки это же стоит денег чё можете не в бутылками мыться да можно дороге обзывать ну это хорошо только я не вижу чтоб цены росли транспортные маршруты да вот можно посмотреть все это добро вернемся к нормальному обзору да у нас пошел дождик у нас тут извините меня закокенивает местность наша угольная электростанция вот но тем не менее она стабильно работает любую погоду то время как ветряки зимой дождь туман начинает приносить тебе меньше электроэнергии и происходит такая беда это ветер направлении метра можно узнать строить больше жилых зон так одежку на изменения катастрофы по строх у меня по моему отключены какие-то глобальные прибыли нету опа само начало и у нас и гулей а денег уже недостаточно бухами бабай денег нет боби да практически на старте мы переживаем и штука и фиаспо любить сюда живой район идите давайте промышленность промышленности коммерцию возможно мы выпрямим выпрямим выправим ситуацию два места на которые нужны люди да вот такой попадос на самом начале игры практически эксплуатационные расходы какие у нас запаса угля до пятьсот шестьдесят неделю блин налоги а пока не могу управлять налогами убытки ребята убытки не удалось на умняк выпасть как нафиг тропические леса нужны у нас вот папа где творится город сейчас начнет разваливаться из-за нехватки денег да ну-ка надо внимательнее почитать шум воду не использует восемьдесят недель да рано я наверное поставил рано психологически чистую энергию чтобы было разлыбать блин да так уменьшить без воды будут там вытянут да кофе все равно скорее всего придется по новой играть да в общем разведячиваем живой район без света и воды ребята будут стриняк пошли людишки расти ну давайте вылезти из этой ямы я вам все проведу воду электричество будете у меня самые о да мне вкинули бабло ставим на паузу не совсем то что нам надо делаем водопровод так электричество тянуть не надо будет не так справиться значит что нам надо вывоз мусора нам нет у нас денег 15000 поэтому мы вот влепим сюда так давайте сюда подальше от жилого района так влепим свалку и больничку сможем сможем больничку накупить а мы смотрим сколько у нас покрытие больничка вот у нас больничка школу к сожалению не сможем ну так просто а ну не сможем мы посмотреть не сможем школ на этот район скорее всего 2 придется ставить ладно раз такая вот года включаем разгон ребята ребята мусор выносите вот у нас мусоровозы поехали до обслуживания больничка заработала но мы все еще в минусах ребята я на вас надеюсь не подводите мэра яшны какая ловичко уж намного лучше и красивее даже не стали но пошли пошли мелкая прибыль до вчера на 10 под полуночи играл так у меня там по 5000 дохода шло из довольно небольшого города ну как видите у нас засорение идет конкретное засорение но мы в плюсах очень малый доход конечно но все-таки мы в плюсах хреново будет когда город разовьется нас денег не будет для того чтобы полицейских поставить и пожарную команду это будет поперечально и пока ничего добавлять строить не буду денег нет денег просто нет по всему по всему пускай покуда вот так вот живет я пошел бы половить по всему пускай то файта по и зарабатывает деньги для любимого мэра город переименовательники камазяки или как там и отдал тут выходы то я не сделал гром зоне ну что за тормозит мы так не играем не 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 игра что такое так пока небольшие бабусики есть в одном месте двухстороннее движение когда она появится двухполосная с низким трафиком она односторонняя или двухсторонняя двухполосная ты понял что у нее две полосы а для меня это много не облесняет да удается вывезти тут дорогу шестиполосная дорога ну ладно понадеемся на то что там двухстороннее движение стрелки стоп-знать и настройка дорог ну как ладно неграмотные люди хотя бы церковно-приходскую дайте построить бас бухеведии я отчина работая на заводах чтобы помолиться могли пять доступных вакансий ну система зонирования мало денег мало и будьки пошли опять это нехорошо так 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 Продолжение следует... Хочу просто проверить, будут ли у нас тут разнополосные движения, давайте тут коммерческую зону, а тут промышленную. Очень надеюсь, что тут двухсторонние движения, по-моему да, по-моему вот эти вот значки перед переходом будут заезжать. Оп, поперли, раз, раз, розовичок, вот он, опа, поехал, да, двухстороннее движение, нам повезло. Прибыли мизерные, прибыли просто никуда. Это для школы стоит у меня место. Дело в том, что будут дальше маршруты с трамвайными путями, с автобусными дорожками и прочими. Поэтому хотелось бы до них дожить. Две тысячи, да нет. Ладно, пускай пока все будет так, надо деньги заработать. Надо деньги на школу заработать, город тогда еще чуть-чуть поднимется, подразовьется. Как видите, у нас эта промышленная зона пока не застраивается, просто нехватка людей. Люди у нас заняли все здания, то есть в этом отношении игра как-то в чем-то сбалансирована. Не знаю, будет ли прирост населения и безработица. О, наложен, да. Высокие ставить нельзя. Народ начнет разбегаться, начнут фирмы закрываться, уезжать в другие города, где налогообложение пониже. Ну, 13 вроде бы как допустимая цифра. Поэтому, да, у нас пошли нормальные прибыли. Закакала нам электростанция территорию. Коммерческие здания нужны, да? Нужны коммерческие здания, походу. Или нет. Средняя потребность коммерческих зданий. Так, а ну посмотрим на воду. Водой у нас этот район покрыт. Можно потратиться на дорогу, да? Вы так думаете? Мы тут звездячим односторонним. Нам сказали нужны коммерческие здания. Да, вода, пожалуйста, вода. Вам не жалко? Перестраивайте. О, 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 о. Ёханый бабай. А! Содопроводен. всем зданием даже коммерческим нужна вода все хотят ополоснуться после трудового дня забирать людей это право ни в коем случае нельзя потратил 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 заработал но у нас прибыль по крайней мере идет мне надо копить на школу да вот пустующие какие-то места не знаю дальше может можно будет там лесные насаждения какие-то ставить ну пустую тут не стоит пустыри в городах тоже должны быть это нас баба больничка и у нас медицина это медицина вроде как все нормально у нас медики даже должны за заводы ездить кстати вот не знаю будут ли заводам нужны медики или нет а вот со школой у нас беда да да угорчение теня грамотные тени писучие не читучие и ничь не считабельные бедняжечки и дня в коммерческую зону как видите пронзу но не все застрять и коммерческую если я начну расширять количество жителей вода у нас начнут обстраивать он был не очень вместо для парковки найти немного есть на автобусе да вот я вспоминал всем сити с проблемой то есть вот так тоже отстраивал такой рабочий райончик потом город развивался подымался открывались новые дороги новые общественные объекты и поэтому потихоньку этот райончик удалялся и на его месте уже широкими дорогами с метрополитеном вот застрял на дереве а не политика еще нет 850 надо человек прирост у нас под уменьшился я знаю уж полы нужны вот я уже могу а я я удаст из фантастик ну как видите покрытие у школы не айс часть хотим до добрались два как-то так более менее у нас образование идет помер что это коммерческой здание вот здесь самый лучший вариант конечно звездячит еще сюда для школу так что подождем их денег мы сейчас 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 нужно будет полицию пожарку ставим это уже стоп угол хотя может быть вот здесь вот как раз в уголке станет либо полиция либо пожарка и захватит дорогу и пустырь этот займет посмотрим ну пока пока достаточно успешно на мой взгляд да баланс людей плюс минус особо сильно они не нарастают но пока пока и не стремлюсь зоны 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 звездячих сюда жилые районы эр нэр н нэ мне мэ мэ да вопрос вопрос давайте потихоньку начнем с конца со стен по чуть-чуть сильно не будем потому что то нехватка электричества то медицина их не устраивает то школы медицина туда достанет школа туда плохенько во первых тут надо где-то школу ставить скоро откроется полиция с пожарными 10 надо будет школу и больше грамотных рабочих будет главное не вызвать социалистическую революцию потому как ее вызвала грамотность повышение грамотности пролетариев интересно как тут одностороннее движение у нас как отсюда машины уезжают нарушая правила все таки тут двухстороннее место уехала машина из пола на школа она есть спасибо что напомнили увеличить покрытие здесь зачем туда так так нет она не становится ну ладно давайте пути в промзону идет школа но она подходит у нас район наш школы улучшились хотя люди чем-то недовольны явно люди чем-то я не довольны уровень шума ну баллы шума промышленной зоны видите как он распространяется вот так вот он распространяется то есть как видите все таки действительно промзона и коммерческие ну коммерческая не производит шума насколько я вижу промзона очень сильно вот у нас этот райончик рабочий крестьянский он накрыт шумом ну собственно говоря я тоже живу в таком районе особенно по ночам молотые механические кузьмичные так гремят но мы уже привыкли но без этого и не за смешку тут нет ладно посмотрели на шум и рамок и рамок и рамок хотя расходу понимаете школу влепил у меня-то расходы выросли на содержание этой долгучей школы вот она школа уход 160 доллара в неделю вот у нас уменьшилась потребности коммерческих и промышленных зданиях пока нет у нас даже вакансии мы стали есть нет 20 вакансий значит что нам надо делать расширять зону жилу а 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 вот вот тело и дорос до полицейского участка и по жарочке вот он ставится да и дома по моему не убирает и чуть-чуть пустыря он прихватит а и и и и и и и и Además у берется часть на ну-ка до пожарными покрытия улучшилась на эти дома и полицейский участок не можем улететь и тут как раз довольно неплохое покрытие все у нас пошли расходы на содержание этого всего добра естественно давайте уровень шума посмотрим вот у нас какой уровень шума да он зону под отбегать а очищает так давайте на уровень шума посмотрим у нас убыток пошел и аж по смысле промышленное здание да уровень шумов отошел немножко вот их района у нас вот люди посчастливили но я влетел в убытки да у нас наверно вот здесь вот можно то же самое сделать нафиг нам тут коммерция если мы тут лепим ну там пускай магазинчик стоит в жилом районе ты тут нехорошо получается не знаю как как уменьшить ну пока не открыто думал может тут парки поставить для пущей радости населения вот вот вам результат моей перестройки этого района у нас пошли убытки покрытие больничка есть покрытие школой ну тут и в этом районе не айс ладно воду воду посмотрю водой воду у нас все покрыто теперь мне ждать когда у меня ребята ребята вы подводите меня мир нужны бабки бабки девки на танку вот я преступности не должно быть у нас будет полицейские часто все покрывали по начались прибыли о политика политика парки экономия воды экономия не знаю тренер очень важно обеспечить счетчики содержание здания то есть это я в расходы буду летать с каждого здания экономия воды счетчики давайте попробуем давайте попробуем на сколько там ну как видите сразу у нас пошли убитки колоссальные убитки у нас покрытие содержание вот так не ребята Блин, попытки-эксперименты, все, пошли прибыли, блин, издания почему-то Ну покуда идут прибыли, не особо значительные, но идут. Так что вот это у нас такое за здание? У него денег не хватает. Дом правительства, развлекательная ценность 50 и сумма его вам, то есть его тоже в ползонок надо выносить. Электрическая вместимость посетителей, вот 260, да спасибо, да сейчас, разогнался его, скрывай. Блицар пока у нас свалка обеспечивает, нормально. Родишку. Стоимость 10 тысяч. Блин. Растягивай, а? Блин. Взял и снес здание, где-то Саша, а не ввозьбил. Еще из зоны урода. Пусть будет так. Пусть будет так. Ни хрена себе упал. Отдал, до сейчас. Взял. Видите тут здание. Открывать еще и открывать. Да еще здание куча просто всяких разных. Не открыто сколько всего. Игрушечка истинная радость. Любители градостроительного. Всего-всего-всего. Давайте посмотрим уровень шума. В следующий разок. Этот район у нас не активный. Взял. Ну что я там с каким-то хурат. Свалку строю. Да не хочу я свалку строю. Взял. Давайте глянем на медицину. Медицина у нас слава богу все покрыта. Взял. Мне нужны прибыли. У меня пока высота. Так. Денег маловато. Но можно попытаться. А ну давайте глянем новые дороги какие-то. Нет. Не появились. Большая кольцевая развязка. То есть походу есть готовые развязки какие-то. Что это у нас в интернете не понял. Здесь шуршка будет. Дешуршка будет. Извините, пацаны, так же из динатов случается. Так, воду. Все, электричество само подведется, да, ребятушки. У нас потребность жилье конкретная идет. Жилье нужно, надо, буду. Строить этим мы и займемся. И посмотрим. О, медицина у нас относительно неплохо покрыта. Образование, да. С образованием проблемы. Ну, я думаю, мы их сейчас решим. Ну, давайте такую модерновскую школу поставим. Тактически одинаковые у них. Знаете, только единственный дизайнер. Нам нужна вот 10 тысяч в школу. Вот эту, которую надо ставить. Она покрывала больше, больше места. Вот так вот у нас школа появилась. Со школой расход, но небольшой, больше выгоды сейчас. О! Промздания нужны! Ооо! Наконец-то! Нам нужны промстания. Денег, денег мало. Ребята, я понимаю, работать где-то надо. Ну да. Ну да ладно. Сейчас мы вам выведем вам зону куда-нибудь. Ничего. Да. Вы денежку зарабатывайте. Ребята зарабатывают деньги. Ну, можно сейчас попытаться заняться отместом. Запрет курильной партии. Достаточно. Теперь домашних животных. Да, ну, это зло. Давайте попробуем установку датчиков сделать. Кстати, полицайтинг. Ахтинг, хахтинг, полицайтинг. Ну, полицай все перекрываем. Нормально у нас новое здание. Вот честная переработка. Уход дорогой. Та не уйди. Нормально. Зачем убрать что-то больше... Блина. Ну, ладно, блин. Давайте попробуем. Давай. Я правда вчера строил, но у меня электричество требовало. хотя и в районе действия страны сейчас не требует и запрещаться спасибо так ладно у нас весь надо промзону дорого дорога стоит рамзону надо оттягивать публичный библиотек на образование у нас резко выросла вот эту фигню буду любить и я в убытках спасибо как-то это не есть неправильно как-то это вот увлекся строительством и смотрите залез в убытки возможно из-за зданий доходы расходы дороги электричество вода утилизация отходов смести свалку это не есть хорошо можно сказать даже нехорошо уровень шуму ну тут можно жилой поставить район так хотел коммерцией вот так вот ладно все из-за того что улетел убытки и неужели все это из-за моего декрета установки датчика лгима 555 чего-то там содержание здания посмотрим сейчас оттуплимся вылезем из этой ямы вода вода не везде есть ух ты ж у нас денег нету даже построить вот так вот и надо Ну, давайте, давайте, заработаем. Ну, давайте, как попало, как у нас она делает. Как попало. Ладно, вылезли мы из долговой ямы. Немножко было вылезли мы из долговой ямы. Надо будет подзаработать денежек. И тогда вот отсюда вывезти в этом районе будут дальше промзоны строить. Потому как у нас в коммерции растет потребность в промзоне. Я могу купить новый участок земли. Ну, вот прилегающие к нам участки. Ну, у нас пока этот не застроен, нафига мне тратится. Так что мы вернемся к городу. И посмотрим, посмотрим, посмотрим на пожарная безопасность. Электричество у нас нет. А это уже не хорошо. То есть надо еще одну электростанцию лепить. Вот вам. Можно не электростанцию лепить. Все-таки вот это вот не стоит на то. Сейчас, ребята, сейчас все у вас будет. Так, мы смотрели на пожарных. Пожарных плохое покрытие этого района. Вот. Ребятушки, как позлятушки, сейчас у вас будет электричество. Сейчас вы включите телефоны, мобильники повыражаете. И будет у вас все хорошо. И не денюшник, еще все хорошо. И, счастье, надо еще одну вот эту вот пирогольную деть. Я, конечно, угольную пушку поставил. Ну, ладно. Но дорогая у нас сейчас денежки не будет. Не появилось электричество, но все равно надо еще одну поставить. У нас пошла прибыль. Все стабилизировалось более или менее. Поэтому дальше нам надо зарабатывать денежки на улучшение города. Много денег надо. Ну, вот эта, тут вот дороги, там, 4 тысячи почти обошлась. По всему мы в тупую засядем за зарабатывание денег. Ну. Поплотнее как-то там убить. Мы пока должны им хватать. Ага, еще и здание у нас пропустило. Вот такое ситуацию. Я дал угорчение. Так что глянуть уровень шума. К сожалению, этот жилой райончик подвергнут воздействию негативному. Тут придется выводить коммерческий район делать. А уже сюда ближе. Я нам все-таки подальше от города буду. Ну, или вот этот продолжать застраивать. Тут коммерция будет идти. Как отсечка от жилого района. Там он пойдет у меня вся индустриальная зона. Ну, извини, здание. Ну, что поделать. Вот такая вот ботва. Случается такое. Да ж, ребят. Да ладно, не буду это так оставить ничего. Вообще. Ну, на этом, наверное, этот ролик я закончу. Как видите, не настолько слишком сложная игра, как не может показаться поначалу. Главное соблюдать прибыли, доходы, расходы. Вот. У меня сейчас опять пошли небольшие убытки. Очень чувствительно, конечно, в здании одно снесло. И все. Ну, сейчас будем надеяться на прибыли. Людишки недовольны. Ну, потому что тут жилой район влез. В коммерче вот эту индустриальную зону. Ну, вот видите, так, балансец есть какой-то. Сейчас пойдут прибыли у нас потихонечку. Набережная, береговую линию. Ну, да, у нас пока денег нет. Хорошо, извините. Нам надо жилой район больше отстраивать. Жилой район и коммерческую зону. Денег мало совсем. Маловато будет денег. Маловато будет денег. Поехали. Ну, давайте попробуем, что у нас здесь у нас. Как-то выменьшим. А вот выменьшим. О, не-не-не-не-не-не. Как-то плита привыла. Так. Ладно, нам нужна коммерческая зона, я надеюсь, у нас это начнет приносить прибыли. Как я говорил, коммерческую зону мы будем ставить как отсечку от промышленного района. Сразу надо проверить пожарных, перекрывая пожарных. Вот, ладно, на чем я это видео закончу. Как видите, мы опять по балансу пошли в плюсах заходить. Особых тонкостей я каких-то тут секретов не рассказывал. Ну, по-моему, тут все просто, понятно. Доступно и доходчиво. Ага, водичка, ну, вот, видите, доступно и доходчиво. А в новом-то районе я водопровод не провел. Давайте так, и заканчиваем. Ну, да, все. На этом я ролик буду заканчивать. Спасибо за внимание. Городишко растет. Если кому-то будет интересно, заходите еще. Если что, пишите комментарии. Если понравилось видео, то я могу еще посмать. Ну, в общем, да, где-то так. Спасибо за внимание.